Владимир Путин также заявил, что по данным России оружие Украине уже поставляется извне, но ни у кого на Украине нет желания участвовать в братоубийственной войне. На пресс-конференции российского президента спросили и о происходящем в Дебальцеве. И вот его комментарий. Происходят стычки в районе Дебальцева. Кстати говоря, больших ударов и там уже такого количества ударов нет, как в прошлое время. Но то, что там происходит, это объяснимо и прогнозируемо. Поскольку, по нашим данным, ещё до встречи в Минске за неделю примерно группировка украинских войск оказалась там в окружении. И на встрече в Минске я именно так и говорил об этом. Те, кто находятся в кольце, будут пытаться вырваться. С внешней стороны будут предприниматься попытки их деблокировать. А ополчение, которое удерживает украинские воинские части в этом кольце, будет этому сопротивляться, противиться и удерживать дальше. И это неизбежно приведёт к тому, что, так или иначе, какое-то время будут происходить эти стычки. Вот и сегодня с утра опять была предпринята очередная попытка. Я не знаю, есть ли это в средствах массовой информации, не успеваю за этим следить. Но рано в 10 часов утра была предпринята попытка деблокировать этот котёл украинскими вооружёнными силами. Она закончилась неудачно. Я очень рассчитываю на то, что ответственные лица в украинском руководстве не будут мешать военнослужащим украинской армии складывать оружие, если они сами не в состоянии принять это ответственное решение и отдать такой приказ. То во всяком случае не будут преследовать людей, которые хотят сохранить свою жизнь и жизнь других людей, готовы сложить оружие. И с одной стороны, а с другой стороны рассчитываю на то, что представители ополчения, руководство Донецкой народной республики, Луганской народной республики не будут удерживать этих лиц, не будут препятствовать тому, чтобы они могли свободно после этого покинуть зону конфликта и зону окружения и вернуться.